В городском округе полным ходом идет призывная кампания. В комиссариате города Большой Камень каждый четверг проходит заседание призывной комиссии. Специалисты принимают решение о годности молодых людей, прохождению службы в армии или о предоставлении им отсрочки. На одном из таких заседаний побывала наша съемочная группа. В ближайший год 30 фокинцев начнут жить в новых для себя условиях. Будут ходить в основном только строем и научатся стрелять из разного вида оружия. Вдоль коридора отдела военкомата сидят молодые парни. В руках у каждого повестка. Внутри кабинета, около которого они собрались, и проходит заседание призывной комиссии. Ваш призывной комиссии, призывник Усовский Евгений Александрович, на призывную комиссию привод. Жалобы есть? Нет. Вот так по уставу уже здесь будущих защитников Родины учат заходить в кабинет. Для первоначальной постановки на воинский учет молодые люди приходят в отдел военкомата еще в возрасте 17 лет. Ребята проходят медицинскую комиссию. При обнаружении заболеваний призывников направляют на лечение. В 18 лет ребят вновь ждут в военкомате. И снова медкомиссия, и профессиональный отбор. Ведь за год могли измениться как состояние здоровья, так и образование, мировоззрение и жизненный опыт. Результаты прошлого года корректируются, и на их основе призывная комиссия выносит решение. По словам врача-терапевта призывной комиссии Екатерины Климовой, этот осенний призыв ее как специалиста радует. Состояние здоровья, я думаю, несколько улучшилось, потому что проводится работа с больницами по обследованию призывников, оздоровлению в 17 лет, до 17 лет. Но в то же время остается высокий уровень заболеваемости костно-мышечной системы. Это плоскостопие, сколиозы. Они дают основную негодность к военной службе. Это и у нас в нашем районе, и по всему Приморскому краю. Вслед за заболеваниями костно-мышечной системы идут психические. Это умственная отсталость и расстройство личности. В список продолжают заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. В то же время на медкомиссиях выявляют наркоманов и алкоголиков. Если они действительно больны, то мы их направляем на обследование, и они приносят акты следовательного здоровья, на основании которых мы принимаем решение о годности, либо о негодности к военной службе. Но есть, конечно, такие, кого мы направляем на обследование, и они не являются. Вот это наша главная головная боль. Зачастую призывники пытаются откосить от армии. Многие мальчишки считают, что время в армии теряется впустую, и там ничему не учат. Некоторые, наоборот, говорят, что узнают немало нового и полезного, и находят новых друзей. Но не все готовы к службе. Что еще делать, если призывают? Нас служит? Ну все. А ты как вообще? Хочешь служить? Ну да, для дальнейших перспектив сойдет. Что можно будет устраиваться на работу, допустим, пожарку, когда-нибудь еще в милицию. На сегодняшний день молодых фокинцев на призывную комиссию прибыло 72 человека из 83 вызываемых. Вынесено решение о годности к военной службе 42 призывникам. Ограничено годными и негодными признаны 21, временно негодными – 8. Наряды отданы начальнику отдела военного комиссариата в различные и ПВО страны, и сухопутный, и морфлот, и даже внутренние войска идут у нас. Так что все родовойска. Ребята останутся в Приморье или в черте Дальнего Востока? В основе своей, если человек изъявил желание за пределами Приморского края, они направляются туда. Без согласия их они все служат в Приморском крае у нас. В целом же, как показали итоги предыдущей работы призывной комиссии, призыв граждан проходит организованно в соответствии с графиком. На военную службу призваны 26 фокинцев. 16 из них уже отправились защищать родину. От срочку получили чуть более 17 будущих солдат. Окончательные итоги призыва подведут в конце декабря. Всего же от Фокина, Большого Камня и Шкотова войска должны отправиться служить 202 человека.